Музыка Рад вас видеть у нас сегодня первое собрание нового месяца апреля И традиционно каждое первое воскресенье нового месяца мы принимаем причастие Мы вкушаем вечерю Господню И я верю, что Божья благодать во время этих собраний нас наполняет особенно Аминь Слава Господу И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к одной истории Ветхого Завета Давайте вместе с вами откроем самую первую книгу Библии Бытие Шестую главу Я думаю, уже вы поняли, что сегодня у нас речь пойдет о чем? А? О Еве О Еве Ну, можно и о Еве Но она уже умерла к тому времени Поговорим сегодня о потопе Вы знаете, я абсолютно убежден, что истории Ветхого Завета Это не просто рассказ о прошлом человечества То есть это не просто какая-то хроника, повесть еврейских лет какая-нибудь или еще что-нибудь такое Вот такой рассказ исторический В этой книге В Ветхом Завете Истории подобраны так Что каждая история Имеет в себе определенное послание Для каждого из нас Библия это не научная книга Ее не писали для того, чтобы там в дальнейшем ученые могли там что-то для себя понять или открыть Библия это прежде всего духовная книга В ней послание неба для земли И когда вот говоришь о потопе Когда говоришь о ковчеге Когда говоришь о Ное Ну, знаменитая история Можно вообще Библию не открывать и эту историю знать То у людей часто такие вопросы А вот как в ковчег такого размера поместили всех животных, каждой твари по паре И начинают вычислять Я не знаю Меня, честно говоря, никогда не интересовали подобные расчеты Меня интересовало другое А вообще зачем я прочитал об этой истории? Зачем мне об этом знать вообще? То есть что Бог стремится сообщить мне через историю о потопе? И вот смотрите В шестой главе Давайте начнем читать с третьего С третьего стиха Нет, с четвертого Давайте с четвертого начнем В то время Были на земле исполины Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим И они стали рождать им Это сильные, издревле славные люди И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время И вот опять Когда Вот считаешь эту историю У людей чаще всего какие вопросы? А кто такие эти сыны Божьи? И кто такие эти дочери человеческие? Что это такое? И я думаю, что особенно те, кто верят не первый год Когда вы, может быть, читали какие-то толкования или комментарии Вы убедились, что вот есть такие места в Библии Ну, никогда мы не получим полной ясности Точнее, эта ясность, она не очевидна И поэтому много толкований есть И в Библии есть такие места Например, хула про Духа Святого Столько толкований я читал Что такое хула? Каждый, как бы, богослов стремится по-своему это все объяснить Точно так же и здесь Кто такие вот эти сыны? Кто-то про ангелы говорит Кто-то говорит про разные виды человечества Говорится про это То есть много разных толкований Но меня всегда в этой истории Удивляло совсем другое Вот, ну, я как-то особо Ну, кто такие сыны Божьи, дочери человеческие? Вот другое меня всегда интересовало Вот когда я читал этот четвертый стих Вот невольно не мог отделаться от какого-то противоречия Вот противоречивость в этом стихе заключена Смотрите, вот с одной стороны написано Были исполины, да? Это сильные, издревле славные люди И потом следующий стих пятый, да? И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле То есть, когда ты читаешь четвертый стих Такое ощущение, что вот какая-то блинная история Исполины Какие-то вот славные древние люди И у нас сразу же, знаете, какие-то образы Типа наших Илья Муромца Вот какие-то славные герои Но вдруг все словно заканчивается Вот про этих славных издревле людей И говорится о том, что велико развращение человеков на земле Как вот это согласуется в одно и то же время? И вот когда мы начинаем об этом думать Мы видим драгоценное, что во всякие эпохи Были всегда какие-то яркие личности И в сфере литературы И в сфере музыки В сфере какой-то общественной жизни Всегда были какие-то славные люди Но при том, это всегда не исключало Что основное направление развития жизни людей Ужасающее И для Бога важно Не просто, что там есть великий писатель Великий полководец Великий музыкант Великий композитор Богу важно А как же в основном-то живет основная масса людей? Как она живет? И вот мы видим, да? Шестой стих И раскаялся Господь Что создал человека На земле И воскорбел В сердце Своем Не просто Это было ужасно Это было так, что Бог Раскаялся То есть вот смотрите Всякий раз, когда мы к какому-то делу приступаем Мы всегда взвешиваем Плюсы И минусы И если плюсов больше Или значительно тем более больше Тогда мы понимаем Да, может быть есть какие-то минусы Но Плюсы стоят того Если же Минусы намного больше И намного существеннее Чем плюсы Тогда, ну и что? Ну да, есть какие-то положительные стороны Но Столько будет проблем Что лучше этим не заниматься Правда же? То есть что произошло? Когда Бог посмотрел на состояние человечества Что значит раскаялся? В смысле Что вот этих минусов Было намного больше Да, были славные люди Были славные люди Были какие-то хорошие личности Да Но Жизнь Это ведь не какие-то особые яркие события Это повседневность Можно как-то проявить себя однажды Ярко Интересно Красиво А потом изо дня в день Жить ужасной жизнью А ведь Намного важнее Не просто какие-то Разовые победы Или какие-то, может быть Прекрасные проявления Намного более важно Как мы живем Изо дня в день Мы вот с супругой Ну признаюсь честно Не любители сериалов Я знаю, что сейчас сериалы очень популярны Как-то вот Не смотрим мы сериалы Жалковато нам время Столько часов тратить На фантазии сценаристов Мы лучше потратим на фантазии писателя Какую-нибудь Книгу какую-нибудь почитаем Но некоторое время назад Мы начали смотреть сериал До сих пор уже Смотрим уже второй сезон Смотрим Сериал называется Корона О Елизавете второй Может быть кто-то Смотрел Или смотрит этот сериал Я бы рекомендовал этот сериал Я честно сказать Начал его смотреть Довольно скептически И только потому Что В принципе Изучая жизнь Елизаветы Мы изучаем По большому счету Историю всего 20 века Потому что так или иначе Это связано с Англией Связано с историей Это не просто там Чьи-то фантазии А это Исторические события И мы решили смотреть Но По мере того Как мы проходили От серии к серии Знаете У меня вдруг Как будто глаза Открылись Я по-новому Увидел королеву Англии Елизавету вторую И там она показана Эта женщина Не мега умная Не мега талантливая Не мега образованная Но В разные моменты Жизни И личной жизни И Государственные Да Какие-то социальные Там События происходили Она настолько С достоинством Себя ведет В то время Когда там Многие члены Королевской семьи Такое Выделывали Ужасающее И до сих пор Выделывают Я думаю Вы видите Что там творится Сейчас шум Опять вокруг Королевской семьи И вот Ничего вроде бы В этой женщине Невысокого роста Простой Да Такой Ну Как простой Простая королева Ничего вроде бы Нет такого Но вот Жизнь Изо дня В день Когда она В разных Даже простых Ситуациях Ведет себя С благородством Вы знаете Она настолько Восхищает Я начал Очень скептически Смотреть этот сериал И вот сейчас Мы смотрим Настолько Интересно Я многому Вот учусь Потому что Вот я смотрю На жизнь семьи Точно так же В нашей жизни В наших семьях Там кто-то там Что-то учудил В семье Там кто-то еще Что-то сделал И вот Одно дело Знаете Вот выйти Какой-то там День великий Что-нибудь такое Совершить Это одно А другое Когда ты В то время Когда вокруг Происходит разное Изо дня в день Ведешь себя С достоинством Ведешь себя Порядочно Ведешь себя Благородно Я думаю Священное Писание Оно Показывает Что вот именно В этом есть Царское величие Вот В милосердии В благородстве Вести себя Достоинством Честно Не Справедливо И вот Восхищает меня Это И драгоценно Вот это вот важно Не просто Как мы себя проявили В какие-то моменты Жизни Может быть Блестяще Сдали экзамен Выиграли Какое-то Состязание Когда-то Здорово Но ведь Жизнь Это не просто Несколько дней Состязания Победы Великие моменты Экзамены Получение дипломов Жизнь Это прежде всего Будни Изо дня в день И намного Труднее В повседневной жизни Где нет Телекамер Где нет Каких-то Ажиотажа Вести себя С достоинством Чем просто иногда Так вот Драгоценное Точно так же Когда Бог Посмотрел Вы что думаете Там что было Ужас-ужас-ужас Да нет Наверняка Что-то там было Такое яркое Но если смотреть На повседневную Жизнь человечества Она была Ужасающей Так что Бог даже Смотрите Раскаялся И сказал Господь Седьмой стих Истреблю С лица земли Человеков Которых Я сотворил От человека До скотов И гадов И птиц небесных Истреблю Ибо я Раскаялся Что создал их Ной же Смотрите Восьмой стих Обрел благодать Предачами Господа Вот Житие Ноя Ной был Человек Праведный И непорочный Вроде Своем Ной Ходил Перед Богом Вы знаете В Священном Писании Говорится О грехе Кажется Что само Понятие Греха Очень Несовременное И действительно Порой Верующие Очень Своеобразно Понимают Грех Такое чувство Что грех Это какая-то Черная метка Вот Есть на нас Черная метка Это грех И мы приходим В церковь Веруем В Бога И с нас Эта черная метка Снимается И как бы Человек То точно Такой же Просто раньше Он был С черной меткой А теперь он Без Черной метки И поэтому Современное Светское По большей части Человечество Оно говорит Да никакого греха нет То что вы там Все придумывали Какая такая Еще Черная метка Драгоценная Если мы с вами На грех Посмотрим по-другому Как на некую тьму Которая знаете Порой Как какой-то Туман Поднимается Из нашей плоти И наполняет нас И мы порой Делаем Такие вещи И совершаем Такие дела За которые Потом Самим же Нам бывает Стыдно Разве это Не актуально? Разве это Не происходит? Нам иногда Кажется Что знаете Когда вот особенно Смотришь Читаешь Новости Там Какие-то ужасные Преступления Убийства Там В обществе Вот этого маньяка Обсуждают Который он там Этих Годами Двух девушек держал Там у себя Где-то в подполь Обсуждаются Как такое Может быть Нам кажется Что эти ужасные Маньяки Какие-то Вот эти ужасные Люди Какие-то Вот эти Есть Ужасные Ужасные Приужасные И думаешь Ой Слава Богу Я Не такой И у нас Какое-то Опрометчивое Собственное Как бы Оценка Своей личности Я Всегда Вспоминаю Одну историю Которую В свое время Когда я узнал Она меня очень Коснулась Она связана С Нацистским Преступником Одним из Главарей Третьего Рейха Которого Звали Так же Как Гитлер Адольф Но только Фамилия была Эйхман Адольф Эйхман Он В Третьем Рейхе Занимался Окончательным Решением Еврейского Вопроса То есть Он Уничтожал Евреев И интересно Что Есть исторические Свидетельства Что Буквально За несколько Месяцев До окончания Войны Второй Мировой Рейхман Похвалялся Что даже Если он Сойдет В могилу Он Сойдет С гордостью Что уничтожил Шесть миллионов Евреев После Разгрома Гитлеровской Германии Многие Нацистские Преступники Скрылись В Южной Америке Эйхман Также скрылся В Аргентине И Прятался там Поменяв Естественно Имя И прочие Документы Но Израильская Разведка Специально Выслеживала Нацистских Преступников Ответственных За Гибель Евреев Находили их И Разоблачали И вот Там целая История Как они Выискивали И в конце концов Напали на след Эйхмана И нашли его Там была еще Одна проблема Потому что Власти Аргентины Не собирались Выдавать Эйхмана Израилю И там Целая Детективная История Как они Выкрали Эйхмана И вот В конце концов Эйхман Оказался В Израиле И в 1961 году Он перестал Перед судом Вот видите Как раз Вот это Кадры Эйхман На На суде Это был Очень громкий Один из самых Громких Юридических Таких Процессов Выступало Немало Свидетелей И одним из Свидетелей Который Сам Прошел Освенцин Был Еврейский Поэт Литератор Динур Тоже Можно Показать Его Фотографию Вот это Фотография Динура И примечательно То, что Когда Динур Динур Потерявший Всю свою Семью Он один Выжил Всю свою Семью Он потерял В немецких Концлагерях Когда Он Зашел В зал Суда И Глазами Встретался С Эхманом Он Повел Себя Очень Странно Динур Он Закричал Упал И потерял Сознание Его Вынесли Буквально Из Зала Спустя Несколько Лет Один Из Журналистов Брал Интервью Динура И Спросил А что Произошло Там В зале Суда Что С вами Случилось Почему Такой Приступ Что Вас Потрясло На что Динур Ответил Знаете Когда Я Ехал На Суд Я Который Никогда Не Видел В Глаза Эхмана Но На Семье Которого Деятельность Эхмана Отобразилась Самым Ужасным Образом Когда Я Потерял Близких Родных Мать Всех Один Выжил Я Ехал Туда Я Хотел Посмотреть В Глаза Этого Человека Я Хотел Посмотреть В Глаза Этого Изверга Этого Монстра Когда Я Зашел В зал И увидел Эхмана Я увидел Этого Близорукого Мужчину Можно еще раз Вот видите Как раз В зале Суда Вносят Робу Динура Видите Он смотрит На эту Робу Можно еще Вернуть Кадр Эхмана Даже Заметьте Они в чем-то На лицо Немножечко Похожи Даже В очках Оба такие Оба близорукие Такие Я увидел Его лицо Я увидел Щупленького Мужчину Интеллигентного Вида В пиджаке Близорукого В очках Ну не какого-то Вот Монстра Тирана Говорит Когда я его увидел Я вдруг понял Что при определенных Условиях Я скорее всего Тоже могу Совершить Ужасающие Вещи Потому что Я увидел Перед собой Обычного Человека И мне Это стало Самым страшным Обычного Человека На что Журналист Который Брал Интервью Ответил Наверное Эйхман Живет В каждом Из нас В каждом Из нас Вы знаете Вот когда я Услышал Эту историю Вдруг Увидел Что Нам кажется Что между Нами И какими-то Преступниками Какая-то Непроходимая Стена Да вы Что Да Никогда Да Что Бы Я Да Вы Что Да Нет И у нас Столько Иллюзий На собственный Счет Но вдруг Вы знаете Эта стена Как будто Растворяется И ты Понимаешь Что Нас Многих Ужасных Изуверов Не так-то Сильно И отделяет Один Знаменитый Богослов Американский Спраул Он как-то Даже вообще Написал Что Мы Похожи Больше на Адольфа Гитлера Чем на Иисуса Христа Эта фраза В свое время Вызвала Ажиотаж Такой Споры Диспоты Но В чем-то Справа прав В нас Словно Вот есть Вот эта тьма Которая Вот знаете Она вот Лежит Там где-то До поры До времени Вот ее Никто не трогает Вот эта тьма И кажется Ты такой Прекрасный Такой Чудесный Но вдруг Жизнь Тебя Ставит В какие-то Ситуации В какие-то Обстоятельства И ты Начинаешь Проявлять То Отчего Позже Сам В шоке Думаешь Да я Как будто Не знаю Сам Себя Не знаю То Что Во мне Заложено Я помню Как Один Знакомый Сказал Помигает В тюрьме Сидят Не люди Совершившие Преступления В тюрьме Сидят люди Которых Застукали За преступлением Думаю Вы понимаете О чем Он говорит Когда вдруг У нас такой Гнев Бывает Ненависть Или Какие-то Чувства Бывают Злоба Едешь Бывает Там На машине Кто-нибудь Подрезал Нахамил Еще кто-то Обругал Тебя В очереди И у тебя Какая-то Тьма Поднимается Иногда Такие мысли Которые Если бы Материализовались То многих Людей Вокруг тебя Просто бы Не было Стоял бы Один Посреди Кладбища Разобравшись По справедливости Понимаете Устарело ли Понятие Греха Да нет Конечно же Вот эта Тьма В нас Которая В некоторых Ситуациях Жизни Вдруг Начинает Проявляться Ужасным Образом Когда Помню Мы В свое время С Дианой Когда Изучали Вообще Холокост Геноцид Еврейского Народа Читали Черную Книгу Судьбы Многих Заключенных Прошедших Через Концлагеря Я там Помню Наткнулся На Рассказ Об одном Из работников Концлагеря В Германии В то время Это было Настолько Ужасно Я помню Я прочитал Я сидел Я не знал Что думать Потому что Я вдруг увидел Что был такой человек Который Делал зарядку Целовал детей Завтракал Обнимал жену Дети говорили Папа Позвращайся Побыстрее И он шел на работу В концлагерь Где в печах Сжигали людей Или в газовых Камерах Их душили А потом Возвращался Домой Все бежали Папа Что ты нам Принес Сегодня Читали Какие-то Книги Стихи Ложили Спать И на следующий день То же самое Я смотрю Что ужасного То в этом было Вот невольно Начинаешь Себя Ставить на это место Скажешь Виктор Да ты что Подождите Вы так не торопитесь А жизнь Как-то Обернется Страшно Что мы себя Не знаем Поэтому Апостол Нас увещевает Вникая В себя И В Писание Мы тут не только В Писание Вникаем И люди Которые Вникают Только в Писание Это ужасные люди Это люди Которые цитируют Библию На такое чувство Что души в этом нет Да Ценность Имеет только Слово Которое Через жизнь Прошло А для этого Нужно И в Писание Вникать И в себя Причем в себя Там на первом месте Стоит Когда ты вдруг Начинаешь Узнавать себя Узнавать И понимать Что да Вот эта тьма Которая в нас В определенных Там На этих Исторических Ситуациях Там Волнах Ветрах Каких-то Перемен Такая бывает Муть Поднимается Там Откуда-то Ее можно Вообще Не называть Грехом Но ведь Это ужасно Что мы видим Ужасно Велико Было Развращение На земле Поэтому Иногда Когда думаешь О себе О своей жизни Думаешь О обществе В котором Мы живем А где Гарантия Что При определенных Ситуациях Не повторится Все то Что здесь Говорится Потопа Не будет Но Развращение То же самое Остается Злоба И мрак Те же самые Остаются Говорят Что история Человечества История Воин Когда мы Просто Уничтожаем Друг друга Просто Уничтожаем Друг друга Ну Виктор Там же Славные люди Есть Там Суворов Начинаем Каких-то Славных Людей Выискивать Да Какие бы ни Были Эти Славные Люди Само По себе Убийство Одних Людей Другими Или Одних Народов Другими Народами Уничтожения Это же Тьма Это же Ужас Поэтому Дело Не в том Как это Не поместились В ковчег Драгоценные Вы Послание Читайте Из этих Историй А иначе Мы на уровне Воскресной Школы Остаемся Где мы Там Рассматриваем Два Жирафа Два Слона Два Верблюда Поплыли Ковчег Ной Потоп Одиннадцатый Стих Но земля Растлилась Перед лицом Божьим И наполнилась Земля Злодеяниями И возрел Бог на землю И вот она Растлинена Ибо всякая Плоть Извратила Путь свой На земле И сказал Бог Ною Конец Всякой Плоти Пришел Предлицо К мое Ибо Земля Наполнилась От них Злодеяниями И вот Я истреблю Их С земли Сделай себе Ковчег Из дерева Гофер Отделение Сделай В ковчеге И И осмоли Его Смолою Внутри И снаружи И вы знаете Здесь говорится Не просто Про Развращенность Которая есть В людях Здесь говорится О том Что В истории Периодически Повторяются Моменты Когда Это Развращенное Становится Массовой И Преступления Становятся Массовыми И это Не только История Третьего Рейха Масса Этих Историй Когда Большинство Людей Строем Идут Совершать Зло Недаром В книге Исход Говорится Что Не Не Иди С большинством На зло И не Отступай По примеру Большинства От правды Значит Это и есть моменты Когда Люди Идут На это зло О чем же Драгоценное Это послание А послание О том Что если Ты вдруг Оказался В периоды Когда Большинство Людей Когда массы Когда толпы Буквально Тонут В разврате В беззаконии В агрессии Во зле В неправде То есть Когда вот эта муть Которая есть всегда В людях Как грех Но в некоторые моменты Она вдруг Как будто Не просто В чьей-то отдельной жизни А в жизни целого Может быть Общества Поднимается Наверх Большинство Людей Как Ты Поступишь Вот Вот о чем Это послание Это послание О том Что Вот Ной нам дан Как некий Некий Пример Человека Который ходил Пред Богом И Бог Повелел Ему Строить Ковчег Вот по существу Драгоценное Вот то Что мы Собрали Здесь Мы С вами Люди Собранные Здесь У нас Разное образование Разный возраст Разное прошлое Разный опыт Но то Что объединяет Нас Без чего Мы не были бы Здесь У каждого Из нас Вот почему Я верю Что люди Которые здесь Собираются Особенные люди Не потому что Мы такие Вот христиане Значит все Автоматом Особенные Да не в этом дело Дело в том Что здесь Собираются люди Которые хотят В своей жизни Переживать Что-то больше Чем просто Обычный Быт То есть Нам Нет достаточно Земного Мы хотим Больше Люди сюда приходят Потому что У нас есть вопрос Я пришел на эту землю Когда-то Когда-то Уйду А зачем все это было Кто ответит То есть Нам хочется Что-то познать Смысл Да Суть Зачем Для чего Было И когда мы приходим Сюда С вами У нас же тоже Внутри Всякое есть И в нашем прошлом И в нашей душе И в нашем сердце И наши обиды И наши горечи И наши разочарования Все это В нас Находится И мы приходим Сюда И Бог Призывает нас По большому счету Строить Ковчег То есть Некая жизнь Ведь Там же тоже Были строения А ковчег Отличался То есть Бог повелел Ною Делать что-то Чего не было Вокруг То есть Заниматься Строением Отличающимся От окружающих Строений И мы здесь Собраны С вами С одной целью Строить Ковчег Своей Духовной Жизни Причем Это не нужно Откладывать Потому что Если бы Там Ной Отложил То Начался бы Потоп Он еще Не достроил Погибли бы То есть Когда ты чувствуешь Божью руку Приходишь В Дом Божий Это момент Чего Надо Начинать Строить Ковчег Духовной Жизни Все проповеди Которые мы здесь Говорим С разными Проповедниками Служителями Только имеют Одну цель Помочь Нам В строительстве Ковчега Нашей духовной Жизни В понимании Духовных Истин Читая Писанию В общении С Богом Через Молитву Вот Для чего Мы здесь И это Нужно Делать Иначе Из-за того Что просто Мы ходим В церковь Ничего Не изменится Я напоминаю вам Что большинство Христиан Поддержало В свое время Адольфа Гитлера Немногие Лишь Отделили себя От нацизма От фашизма Я говорю Про верующих Немногие Поэтому Что если мы Христиане Вы думаете Все теперь нормально И мы будем Поступать правильно Да нет Все зависит От того Строишь ли То Ты То чем Пренебрегают Люди Этого мира Духовную жизнь Что-то большее Успеха Все хотят И без церкви Здоровья Все хотят И без церкви Благополучия Финансов Все хотят И без церкви Я недавно Когда Опять вспоминал Эти знаменитые Слова апостола Павла Помните О горнем Помышляйте А не о земном Помните О горнем Помышляйте А Не о земном Интересно Что Павел здесь Употребляет Это слово Горнее Или в других Переводах Небесное Он бы мог Может быть О Божьем Помышляйте А он именно Использовал Горное Небесное Потому что Он именно Хотел это Противопоставить К нашей Земной Жизни Потому что Ведь у нас же Есть и у верующих В том числе Земная жизнь И у нас В земной жизни Есть сложности Есть трудности И можно Верить в Бога Для того чтобы Тебе Бог Помог В твоих жизненных Сложностях И трудностях И таким образом Ты вроде бы Являешься Верующим Человеком Но помышляешь Ты о земном Веря в Бога Помышляешь о земном Потому что Вся твоя Вера Она Нужна Только для решения Земных Проблем Или для земного Успеха Поэтому апостол Павел Обращаясь опять К верующим И говорит Если мы только В этой жизни Надеемся на Христа Мы Несчастнее Всех человек То есть Когда мы Помышляем О небесном Мы не просто О Боге Помышляем Петре О Боге Помышляем Ты все время О Боге Помышляешь У тети Глаши Там спина болит О Боге У тебя там Тоже Ноги плохо ходят О Боге Помышляешь Но на самом деле Ты помышляешь О Боге Но в земном ключе Есть что-то Я не говорю о том Что мы не должны Молиться за наши Бытовые Земные Нужны Должны Но если мы только Об этом молимся И только об этом Помышляем Мы несчастные люди Поэтому так много Несчастных Христиан Верующих В Бога Переживающих Ответы От Бога При этом Хронически Несчастных Да потому что Ты живешь Земными вещами Надо не просто О Боге Помышлять О горнем А Небесном То есть Что-то Что выше Просто Бытовых Нужд То о чем В книге Экклезиаста Сказано Что Бог Поместил Вечность В наши Сердца Среди всех Этих Времен Время Умирать Время Рождаться Разбрасывать Камни Собирать Камни Время Миру Время Войне И вот Среди всех Этих Времен Вечность Вневременность Когда ты Начинаешь Помышлять О большем Когда ты Понимаешь Как вот сегодня Говорили Да мы молимся За здоровье Но здоровый Либо больной Ты все равно Однажды умрешь Когда ты Помышляешь О вечности О твоей Судьбе Вне Времени О Божьем Творении Без этого Невозможна Здравая Духовная Жизнь Без этого Невозможен Ковчег Потому что Для решения Своих проблем Ною Не нужен был Ковчег Ведь тогда Еще Никто не видел Вообще Дождя Правда же И вот мы Собраны здесь И Бог Призывает Нас Строить Ковчег Строить То чего Вокруг Не строят Заниматься Тем Что вокруг Кажется Может быть Смешным Пренебрегают Кажется Ты что Чем ты занимаешься Чем ты На что ты тратишь Воскресный день Куда ты там Собрался Какие там Молитвы Какое Какое изучение Библии Им это Странно Им это Непонятно Им это Может быть Смешно Оно Продолжал Строить Ковчег Вот вера Вы знаете Очень часто Говорят В разных Там Разговорах Передачах Наставлениях Часто говорят Важно Всегда Оставаться С собой Слышали Такое Всегда Оставаться С собой Как будто Ты можешь Кем-то еще Остаться Этот Тезис Что важно Всегда Оставаться С собой Как бы он может быть Не звучал Красиво Он бессмысленный По сути В священном писании Есть Другое Наставление Вот смотрите В Евангелии От Луки Говорится О чем-то О другом Евангелие От Луки 17 Глава Иисус Здесь Не говорит Всегда Оставайтесь С собой Петр Ты так И оставайся Всегда С собой Ты же Предатель И оставайся Иуда Оставайся С собой Все Оставайтесь С собой Нет Иисус Третий стих Говорит Другое Наблюдайте За собой Если же Согрешит Против Тебя Брат Твой Выговори Ему И если Покается Прости Ему Если Семь раз В день Согрешит Против Тебя И семь Раз В день Обратится И скажет Каюсь Прости Ему И сказали Апостолы Господу Умножь В нас Веру Иисус Не учит Оставаться Всегда С собой Иисус Учит Наблюдать За собой Вы знаете Вот Возникает вопрос А как Как Вот представь себе Если нет Зеркала И я Человек Смотрю Я могу Видеть Вас Диана Евгений Олег Сидит Пишет кому-то Конспект Мой пишет Вижу Олег не надо Ты верный брат Всегда Ты ближе Всех К ной Чем мы Вот Вот Наблюдаем Вот И я вот смотрю Да вот Там Если у кого-то Там что-то У Жени Там какая-то Волосинка От этой Маски Еще у кого-то Да Вот Я вас всех вижу Но при этом А как Вот нет зеркала Как мне увидеть Самого себя Вот без зеркала Посмотри на себя Важно Всегда Чтобы видеть Своё лицо А как без зеркала Ну без воды Там без Где ты можешь Отражение увидеть Как же Вот Голосаш Ты не можешь Так Достал глаза Посмотрите Теперь на Самого Главного Всё Посмотрели Всё Вставил И опять Пошёл Заметьте Мы видим Всё Кроме Собственных Лиц Как Как Глазам Например Про прощение Здесь Иисус Здесь Иисус Сказал Кто-то Тебя Обидел Обманул Потом Пришёл Говорит Извини Ты думаешь Ах ты обманул Меня Ты начинаешь Об этом думать Какие-то чувства Думаешь Это не в первый раз Да вообще Сколько терпеть Можно Гнев Рождается И люди Бывают Под этими Чувствами И эмоциями Только Творят О чём Потом Жалеют Правда же Но Жалеют Они Когда Потом А в тот Момент Они словно Не осознают Что делают Потом Говорят Это был Не я Помните Говорят Это был Это был Не я Так вот Драгоценная Настоящая Духовная Жизнь Это и есть Прежде всего Когда Мы с вами Учимся Видеть Себя Самих Вникаем В себя И в учение Мы словно Смотрим На себя Со стороны Почему Я Так много Говорю О молитве Созерцания У нас Скоро Выезд Будет Почему Какой Смысл В этом А смысл Такой Вы знаете Потому что Мы находясь В наших Мыслях В наших Эмоциях Часто Настолько Подвержены Этим Мыслям Этим Эмоциям Что мы Не даем Себе Никого Отчета Во время Жемолитв Созерцания Словно Что-то Происходит Когда Ты можешь Не просто На других Посмотреть Но и На самого Себя Ты начинаешь О чем-то Думать И вдруг Словно Со стороны Смотришь На свои Мысли Или На свои Эмоции О Я начинаю Думать О Я начинаю Злиться О Я обижаюсь О Меня Это Раздражает Это Это Разделение Прощение Прощение Но он Он Уже Не первый Раз Просил Прощение Обманет И в этот Раз Точно Так же Сделает Не надо Ему Доверять И вдруг Это все Накручивается И человек Доходит До такого Состояния Как Рождаются И драки И ссоры И ненависть И убийство Все из этого Не случайно Иисус Показал Что Убийство Оно Откуда Приходит Ненавидишь Брата Своего Отсюда Большинство Людей Не умеют Наблюдать За собой То О чем Иисус Увещевал И не только Иисус Его ученики Апостол Иоанн Писал в посланиях Наблюдайте За собой Апостол Павел Писал в посланиях Наблюдайте За собой Когда Ты начинаешь Наблюдать И ты видишь Рождение В себе Или развитие Обиды Или каких-то Агрессивных Мыслей Или злобы Словно Отделяешься Стороны И тогда Ты можешь Контролировать Это Потому что Чем раньше Чем раньше Тем легче С этими Негативными Эмоциями Справиться Правда же Тем легче Справиться И это и есть Старительство Ковчега Оно Оно Не громкое Не шумное Но это Ежедневная Духовная Жизнь И более того Таких В христианстве Всегда было мало Было много Много верующих В Бога Думающих О земном Чисто О земном И живущих Земном Поэтому Мир и говорит Верующие В Бога А такие же Обидчивые Мстительные Раздражительные Агрессивные Недовольные Несчастные Но когда мы Вот оно Спать по плоти Нужно Нужно двигаться Человек ходил 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 в церковь А потом О Такие дела Начинает творить И думаешь Как так Остановился В своем Движении И упал И упал И особенно Когда вокруг Нас Только Испытаний Искушений И когда Возможно А есть такие Моменты Исторические Дуют Какие-то Ветры Поднимаются Шторм И вот это Как потоп Эта стихия Поднимает Со дна Человечества Всю муть Всю агрессию Все зло Весь грех Как Пережить Все это Вот об этом Послание Про потоп Об этом Оно Через Ежедневное Строительство Духовной Жизни Во Христе Иисусе Через Ежедневное Строительство Духовной Жизни Во Христе Иисусе Ты это Можешь Сделать В своей Жизни И в жизни Окружающих Тебя Людей Но И его Семья Восемь Человек Помните Но Интересно Когда Они занимались Строительством Ковчега Для себя Для Своей Семьи Через Это Было Спасено Все Человечество И люди Продолжают Существовать На На Этой Земле И Драгоценное Мы никогда Не знаем В какой Момент Эта тьма Будет Подниматься Мы никогда Не знаем Когда Очередные Бедствия Придут И когда Это же Не единственный Случай Когда В другое В другое Время Никогда Поведение Людей В массе Не было Злом Потопа Не было Бог Обещал А такие Моменты Наверняка Были Развращение Беззаконие И вот Прожить Пережить Это С достоинством Можно Только Следуя Примеру Ноя Строя Изо дня В день Духовную Жизнь Кто-то Не понимает Кому-то Смешно Кто-то Не согласен А ты Строишь Изо дня В день Свою Духовную Жизнь Давайте Сейчас Закроем Глаза Склоним Головы Всемогущий Господь Я благодарю Тебя За то Что мы Можем Собираться Все вместе Люди Ищущие Горнего Люди Стремящиеся К большему Люди Желающие Жить Не просто Для земных Задач Не просто Для земного Успеха Которые Хотят Понять Постичь И пережить Что-то Большое Что-то Высшее Горнее Небесное Господь Дай нам Читая Ветхий Завет Не просто Видеть Какие-то Истории А слышать Послание Обращенное К нам Послание От Тебя Господь Всегда Таких Людей Меньшинство Так Показывает Твое Слово Господи Я Молю Тебя Дай Нам Быть Частью Этого Верного Меньшинства Уповающего На Тебя Строящего Ковчег Изо дня День Изо дня В день Занимающийся Духовной Жизнью Во имя Иисуса Благослови Господь Я молю Мой Бог Чтобы Мы были Теми людьми Которые Помышляют О горнем Мыслят О горнем И дай Нам Господь Развиваться Дай Благодать Милость Развиваться В своей Духовной Жизни В своей Молитве В исследовании Священного Писания Чтобы Когда в нас Поднимается Тьма Мы могли Остановить Это Наблюдая За собой Наблюдая За своими Мыслями Наблюдая За своими Эмоциями Наблюдая За теми Процессами Которые Происходят В нас Ты дал нам Божья Жизнь И ответственность За эту жизнь Господь Помоги Мой Бог Чтобы Наблюдали Мы Во имя Иисуса И не шли С большинством На зло Не отступали Господь По примеру Большинства От правды От истины По имя Иисуса Христа Благослови Господь Благослови Господь Благослови Господь Дай нам Мудрость Верность Господь Тобой Мы живем Движемся И существуем Мы нуждаемся В Твоей Благодати Нуждаемся В Твоей Милости Нуждаемся В Твоей Любви Аллилуйя Слава Тебе Я молю Мой Бог Помогай нам В этой жизни Побеждать Всякую тьму Достойно Проходить Через все Испытания Преодолевать Искушения Правильно Красиво Вести себя Изо дня В день А не только В особых Праздниках Благослови Благослови Господь Чтобы в нашей Ежедневной Жизни Мы отображали Твою Славу Помогай нам Господь Строить Нашу Духовную Жизнь Аллилуйя Мы благодарим Тебя За то Что Ты Даешь нам Милость И благодать В этой жизни Мы не просто Своими Стараниями Или Своими Силами Но Боже Твоя Милость Дается нам Каждый день Милость Для духовной Жизни Милость Для общения С Тобой Ты открыт Ты ждешь Господь Благослови Мой Бог Чтобы мы Могли Каждый день Настраиваться На духовную Волну Твоего Присутствия Я молю Мой Бог Учи нас Ежедневно К окной Ходить Перед Тобой Ходить Перед Тобой Не просто Друг перед Другом Перед Тобой Тобой Спасибо Господь Что Ты даешь нам Силу В нашей Духовной Жизни Не падать В делоплоти Ты даешь Ты даешь нам Силу Противостоять Той тьме Которая Поднимается В нас Духом Умешлять Дела Плотские Благослови Благослови Каждого Чтобы мы Развивали Духовную Жизнь Потому что Только в этом Сила Божья Для Победы Света В наших Сердцах Благослови Господь Благослови Господь Благослови Господь И каждый Верующий Да скажет Аминь Драгоценное Я просто имею В сердце Такое Большое желание Я хочу Взять Несколько Историй Из Этой Первой Книги Библии Бытие Но не просто Как истории Которые конечно же Мы все отлично знаем Но давайте Постараемся Услышать Что Бог Говорит К нам Через Эти Истории Почему Здесь это Помещено Ведь На земле Что только Не происходило Но в этой Книге Я думаю Под Божьим Водительством Я уверен В этом Собрано Именно то Что необходимо Для нас Необходимо Нам услышать И я Очень хочу Чтобы мы Это с вами Услышали И все скажут Аминь Дорогие друзья Дорогие друзья Мы благодарны Каждому Кто поддерживает Нас Финансово Если бы Недавно Присоединились К нашему Служению То совершить Пожертвования Возможно Всеми Доступными Способами Которые Вы Видите На экране Вы можете Перейти на наш Сайт New Life В раздел Поддержать Нас Также При помощи QR-кода В этом же Разделе В сервисе Сбербанк Онлайн В разделе Услуг Набрать Церковь Новая Жизнь Города Екатеринбурга Ввести Сумму И назначение Платежа Пожертвования На осуществление Уставной Деятельности Любым Другим Безналичным Способом По реквизитам На сайте Церкви Остались Вопросы Мы с радостью Ответим На них По телефону 8 912 22 333 02 Когда вы Жертвуете Вы Участвуете В деле Распространения Евангелия Распространения 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 Распространения